Сейчас, секундочку. Ципрос в первую очередь разрушил шаблоны, по которым шел Евросоюз, который существовал в Евросоюз, и по тем шаблонам он его разрушил практически. От него ожидали шагов, которые поставили ему рамки, в которых он должен был находиться, ему продиктовали те условия, на которых он должен был существовать, а он их разрушил. Он спросил у народа, народ высказался, и дальше идет ситуация, которая как бы разламывает. Но с другой стороны, если бы Греция выполнила те кабалиные условия, которые им поставили, они бы получили бы деньги, эти бы деньги пошли бы на покрытие кредитов, то есть опять финансовая машина закрутилась, эти бы деньги из МВФ наверняка бы пошли бы на Украину, то тут здесь все взаимосвязано. Сегодня и Украина, когда бегает и просит все свои, с шапками, Яценюк просит и в Америку ездит за деньгами, и в Брюссель, но при этом, собственно, с ним уже разговаривают не так, как в начале его, так называемой, карьеры, поэтому сегодня их тоже держат в некой кабале. Я думаю, что это все-таки взаимосвязные события, ситуация в Греции и на Украине. В Греции сейчас вообще революции попахивает, ведь Ципрос, по сути, предал свой народ и согласился найти кабалиные условия. Но я не думаю, что он согласился найти кабалиные условия. Почему? Он сказал, что мы не выходим из ЕС, мы не выходим в транш, мы гасим им кредит, в Ганет. То есть то, о чем спрашивал свой народ, и народ сказал, что нет, мы не хотим этого, он сейчас идет по этому же пути. То есть можно было не проводить референдум, по сути, и с самого начала он соглашается сейчас на условия европейских кредиторов? Почему там сейчас начались народные волнения? Ну, начались народные волнения, но все равно изначально, то есть я просто вот этих событий последних, я сейчас приехал в командировку, я сейчас не занимался внимательно, не смотрел, но я говорю, изначальный посыл был все-таки такой, знаете, он разрушил всю ситуацию, он сделал прецедент, при котором, в принципе, почему там все зачесались, потому что изначально созданный Европейский Союз как Союз Угля и Стали, изначально была идея, когда соединили свои экономические возможности Германия, Франция, и когда он разрос до сегодняшнего практически состояние, он испытывает тоже большие потрясения. И Греция, вот это показалось, что те слабые места сегодняшнего Европейского Союза, а тем более Украина, которая пытается войти якобы в Европейский Союз, хотя не понимая, они заходят туда, многие даже жители не знают, что такое войти в Европейский Союз, для них это получение бесплатных вис и спокойно поехать в Брюссель, в Польшу или в Германию, просто так. Это не будет такого. На самом деле, вхождение в Европейский Союз это очень сложная, экономическая, проблемная для этой страны процедура. Поэтому здесь ситуация на Украине и в Греции показала именно зыбкость Европейского Союза именно сегодня, который находится точно так же под давлением Америки и всю внешнюю политику выстраивает в интересах Америки.